Так, Сашок, привет. Добрый, добрый. Ты где отдохнул? Я в Будапеште был, 4 дня боялся в Будапеште, да. Очень хорошо, очень классный город. Какой лучше, Будда или Пешть? Какой лучше город? Это на любителя, каждому свое, Будда исторически, Пешть более деловой, административный центр. Но самое интересное, что в Будапеште недвижка уже 6-7 лет подряд падает, и сейчас там в центре города, в исторической части, можно за 1000-1500 евро великолепное жилье купить. То есть, вот я был приятно удивлен, то есть, в принципе, адекватная экономика, адекватно всем мировым трендам идет, может быть, в опережение, да, поскольку она, конечно, слабее, такая одна из слабых экономик. Но, тем не менее, как бы, это тоже определенный сигнал. Ну что, наши цели исполнились? Наши цели, да, сделали. Вот во время последнего нашей записи мы обсуждали, что 1450-1460 портрет сделали, и оттуда развернулись. Оттуда развернулись. Вчера был еще последний пройдет шорта утром до Лондона, когда вот на 143 фьючерс возили. Быстро, резко, типичный шорт-квиз был такой. Вот. Теперь, ну, теперь вниз. Теперь путь открыт вниз. Я думаю, что в ближайший день-два, может быть, сегодня вечером, даже где-то после 10 по Москве, и Америка развернется. Может быть, это завтра произойдет. Ну, где-то в этой области, я не думаю, что она выше, чем 1665-1670 пойдет. Там уже такое отвязное движение, тоже очень похоже на шорт-квиз. Соответственно, лонгисты зашкаливают, шортистов уже нету, они уже экзотика, все померли. Посему, значит, я думаю, что коррекция по Америке будет достаточно резкая. То есть, мы привыкли, что она никогда не падает, что она, если и падает, то так, гляло, нехотя. В этот раз, я думаю, будет все резко, быстро, стремительно. И по целям, ну, по целям, ну, минимум 5%, но реальные всего, наверное, уже настало время для 10%. То есть, это где-то область 1500 по S&P, 1500, ну, то есть, немного ниже, чем предыдущий максимум был. Там он был, по-моему, 1560, вот только старый, ну, я думаю, что несколько процентов ниже него должно пролететь. Вот как-то так. Наши, наши куда пойдут? Ну, наши пойдут с бетой, видимо, с какой-то, да? Первая цель будет, ну, совсем минимальная, сейчас на 136 по фичерсу, я не думаю, что это какая-то серьезная цель. Вот, реально, скорее всего, пойдем вот сбивать те низы, которые мы видели. Вот, недавно 127,500 было, вот я думаю, что мы, скорее всего, будем их пробовать. По крайней мере, вот у меня торговля заточена сейчас вот под такой сценарий. А пока ты отдыхал в Венгрии, вообще у тебя были позиции? Да, были, были позиции. У меня редко, когда нет позиции. У меня всегда какие-то позиции есть. Вот, в Венгрии, я сейчас так не очень помню, но у меня была точно помню позиция отношения австралийского доллара к Новозеландску, такая экзотическая пара, она очень нейтральная, поэтому за нее, наверное, сильно упала, и сейчас она там консолидируется в Букавике, поэтому, собственно, я ее торговал, потому что можно спокойно не смотреть в мониторсе, за ней там нет резких движений. каких-то больших, вот. Ну, в принципе, я лангиды держал до 1060 я не ждал, сразу, честно хочу сказать, я уже на ОНТ-1330 выскакивал из лангов, ну, потому что я стараюсь вот хаилу и там не ловить, не искушать судьбу, как бы движение удалось, поэтому, вот, собственно, так. Ну, вот Банк Австралии определенные действия ты предпринял, это определенный, как сказать, обвал на паре австралийской. Да, ну, дело в том, что Банк Австралии подрезал ставку, там, она сейчас выровняла с новозеландцами, по 2,75 у тех у этих, вот, ну, по большому счету, да, австралиец сейчас в моменте лидер снижения, судя, сходоходных валют, но мы, в принципе, видим, что доллар по всему фронту укрепляется сейчас, нету ни одной валюты в мире, в которой бы не раз доллар, просто к некоторым он идет, там, как австралиец, там, 3-4% за неделю, за полторы, к некоторым, там, 2-1,5%. Ну, и скажи, пожалуйста, а что будет с рублем-то? Ну, соответственно, ничего с ним уникального не будет, будет равно то, что он упадет, он снизится. Размер падения я пока не берусь говорить, да, надо все-таки сейчас, чтобы более устойчиво на мировом рынке, значит, вот этот тренд на укрепление доллара с целевым, товарным, высокодоходным валютам устаканился, и тогда уже будет, можно будет что-то более четко сказать, но, как бы, однозначно, что риски, они, значит, сейчас смещены в сторону того, что рубль будет ослабевать, и поэтому, конечно, уместно его от ланга пару, то есть, в пользу баксов. Открыл просто, да, ты по золоту торговал? Нет, по золоту нет. Ну, мне там картина абсолютно непонятная, потому что мы торговались долгое время, между 1500 и 1600, дальше мы вниз пробили вот этот 1520, улетели сильно вниз, дальше был некий такой возврат практически, ну, мы чуть-чуть не добили там 1490 возврата по обетным уровням, и оттуда мы опять повалились, соответственно, пока, не знаю, пока не надо в золото, вот как бы шортить, я золото не шорчу, да, в принципе, если уж шортить, то серебро, вот, а покупать его, видимо, еще рано, все-таки оно пока слабое, и возможно, что вот это сильное движение по золоту обвальное, может быть, это предвестник того, что мы сейчас в возраильном будущем мы слышим какие-то заявления от ФРС, более такие осязаемые, насчет того, что они сократят программу КУЕ, может быть, вообще ее подрежут, ну, на самом деле, сейчас рынок в такой стадии находится, что, в общем-то, может быть, и не надо даже ее полностью, там, зарезать, эту программу КУЕ-3, а просто, чтобы уверенное заявление сделал какой-нибудь чиновник ФРС, там много членов совета директоров, и, в принципе, все, это может быть с пусковым крючком, то есть, вот, когда рынок, в принципе, готов, к коррекции любое заявление, любое событие. Вот у нас, когда рынок рос, летали, там, корейские, северокорейские ракеты, мы не падали, там, куча всяких негативных явлений происходило, и рынок полностью игнорирует это. Когда он начинает быть готов к коррекции, любое событие будет восприниматься как ооо, все пропало, все пропало. А какие у тебя ооо-оо-опозиции сейчас? Ого! У меня сейчас шарик пари, есть еще путы, 125 пари на июнь и лонгваксы. По акциям у меня позиции интердейные, они варьируются. То есть, там примерно схема такая, что какая-то акция упала, я стараюсь ее откупить, постараюсь повыше зайти. Ну, такая обычная возня спекулянта, собственно. Ну, давай трюс ворачивать, мне кажется. Тут хорошая драйв и динамика, о чем ты хотел еще мне сказать? Да нет, я думаю, что вот это, пожалуй, главное. Идей нас ждет яркое движение сейчас, и, собственно, ждем у вас на терпение. А ты поешь в следующий раз в Венгрию и куда поедешь? Да, с удовольствием, мне очень понравилась эта страна, я бы еще съездил на озеро Болотон. К сожалению, времени не хватило. Что-нибудь купил себе? Ну, какую-нибудь сувенирку там? Ну, я всегда, я со всего мира собираю, да, у меня целая коллекция есть. И магнитов, там же она куклы собирает разные, коллекционные. Вот. Ну, так вот, да, да. Недвижимость не купил. Почему? Хотя очень она привлекательно смотрится. Ну, потому что, да, она дешевая, да, она хорошо оздоровилась, да, сверков. Но она не будет расти. Она, может быть, и падать сильно уже не будет там, но расти она тоже не будет. То есть, поскольку, вот, экономики, они только-только вошли. Некоторые экономики вошли, некоторые еще не вошли в большие рецессии. Этот процесс, он будет, скорее всего, усиливаться. И поэтому время еще для каких-то закупок таких вот, оно еще не пришло. Я думаю, что надо подождать еще год-два. И наша экономика тоже? Я думаю, да, да. Я думаю, да, она не станет исключением. Просто вот в Венгрии тренд на снижение недвижимости идет там 6 лет. Там, в других странах, европейских, тоже так же примерно. А у нас пока стоит. У нас там втихаля, значит, продавцы сбрасывают свои там 10%. Но это не то. Это абсолютно не то. В Венгрии сейчас ситуация на одного покупателя 10 продавцов. Это, в принципе, правильная ситуация для покупки. Но, другого просто, надо подождать немножко. А ситуация никуда не исчезнет. В Испании сейчас также абсолютно на одного покупателя 10 продавцов. Все банки, все продают по маржин-колу. Все, что им досталось. У нас, на самом деле, сейчас ситуация похожая начинает быть. Вот мне достоверно известна одна история. Один крупный банк, наш российский, самый крупный, не буду называть, но все я так понимаю, о ком речь. Имеет очень большой участок земли на Рублевке. Там стоит 63 дома. Из них продано 3. А 60 продать невозможно. По тем ценам, которые есть. Они сейчас приняли решение посадить там елочек, кустарника и прочего. Несколько облагородить территорию вокруг, чтобы создать некую такую дополнительную стоимость и привлекательность этому делу. Но, не знаю. Это, наверное, они этой цепи добьются. Но, насколько они смогут продать 60 домов оставшихся, вот это очень сомнительно. С учетом того, что они это сделать пытаются уже достаточно давно. Поэтому, в принципе, я не думаю, что мы будем исключением. И настанет день, когда у нас также банки начнут стоять многочисленными аферами и давить на цены. Все, спасибо за оптимизм. Пожалуйста. Продолжение следует...